Ислам Волги появился где-то в 7 веке. Скорее всего, его привезли хорезмские торговцы, поскольку это был Великий Шелковый Путь, и он шел через хорезм в Булгары и в Крым, и вот заканчивался как раз в Булгарх-Беляре. И вот они и привнесли этот суннитский ислам. У татар изначально было тенгрианство, то есть вера в единого Бога, а под ним имелось в виду Солнце. Это не было язычество в том классическом смысле, как это у нас понимается. Там молились дерево, или сегодня некоторые там вешают ленточки на деревья. Это было монотеизм, то есть Бог был один. Там, конечно, у него жена была ума, эта Луна, но главный Бог был в тенгрии. И поэтому татары очень легко перешли от тенгрианства к исламу. У них не было того противоречия, как у арабов, когда шла война у арабов. И отсюда такие жесткие суры, что убиваете язычников, где вы их встретите. Для татар это не было такой необходимости. Отсюда уже был заложен толерантность. И она оказалась в основе, и дальше она развивалась по мере развития татар. И до сих пор вот эта толерантность, она у татар остается. А что касается Ибн Фадлана, это была продуманная миссия, посольство от багдадского халифа. И просьба там заключалась даже не столько в построении каменной стены или мечети каменной и так далее, или просвещение чисто такое религиозное, а международном признании булгарского государства как независимого от хазарского каганата. С тех пор булгары перестали платить дань хазарам, ну и была вот эта поддержка мощного халифата, они могли опираться на их влияние, авторитет мировой. Ну и, конечно, быстро вошли в культуру исламского мира, которая была самой передовой на то время. А Золотая Орда, она строилась несколько иначе. То есть, была Яса Чингисхана, это кодекс законов, ну типа Конституции, так можно сказать, чтобы понятно было сегодня. И по Ясе Чингисхана все религии были равны. И более того, не просто равны, но священнослужители освобождались от налогов. Вот, сам Чингисхан считал, что все должны быть верующие, верить должны в своего Бога. Вот, какой бы он ни был, он единственное не терпел атеистов, потому что атеист не верил в Бога, значит, не верил в законы, которые как бы снизошли с неба. Вот, значит, они были незаконно послушными и стабильность и управляемость в империи терялась. Вот эта терпимость, веротерпимость, она, конечно, была гениальной это вещь, изобретение, потому что, мы видим, в Европе до сих пор не могут к этому прийти, и мир еще к этому не готов. Но у Чингисхана это уже существовало. Но времена менялись, потому что было такое доминирование кочевой культуры, затем возникали города, исламское население увеличивалось, тем более в Поволжье, это уже было Булгар, они сильные имели притяжение и значение с этой точки зрения. И понадобилось так, что вот Узбек хану, чтобы стать ханом, опираться на вот это мусульманское население, торговцев, особенно Хорезом, который был авторитетный. И он изменил Яси Чингисхана и сделал исламскую революцию. По сути дела, это довольно жестокое было мероприятие, потому что где-то 70 мурс отказали, сказали, мы следуем тому, что нам остался Чингисхана. И мурсы выступили против того, чтобы ислам приняли как государственную религию. Он казнил Узбек хан, 70 мурс, которые не стали переходить в ислам. Ну, а что касается Узбек хана, конечно, это период был наиболее успешного развития Золотой Орды, но я не думаю, что это сам это Узбек хан сделал Золотую Орду такой успешной, потому что до него она строилась, он оказался вот на высоте, и сегодня часто приписывают именно исламу вот этот успех и процветание Золотой Орды, но я боюсь, что там же и заложены большие противоречия, поскольку шариат очень жестко регламентировало экономическое развитие, Золотая Орда, она подошла вплотную переходу к капиталистическим отношениям, потому что инфраструктура была замечательной, дороги, города, торговые вот эти центры, вексельное обращение, бумажные деньги, то есть было все, все, финансовая система была замечательная, одна из самых устойчивых, и дирхем он стал уже, вот татарский дирхем стал уже международной валютой, и нужен был только один маленький шаг для того, чтобы началась капитализация, это введение банков, которые бы могли под процент давать деньги на крупные проекты, особенно сельскохозяйственные, это рисковый капитал, потому что земледелие всегда связано с риском, и отсюда нужны были вот такие преобразования, Гену и Венеции пошли на это, папа римские, разрешил иудеям заниматься банковским делом, ну, тогда процент был 0,3-0,5 процента всего лишь, да, сегодня для нас это фантастически звучит, но и Гену стала родоначальницей капитализма, а в Золотой Орде так они остались следуя шариатом, и это конечно привело к стагнации и постепенно разрушение экономики. В Российской империи, когда Иван Грозный взял Казань, и затем в течение 15 лет шли восстания, и зачастую они шли под знаменем ислама, хотя в начале Ивана Грозного не было такого жесткого противостояния, он же тоже бабушка у него была татарка, он сам по-татарски говорил, и он где-то еще хранил элементы толерантности, но тем не менее, когда уже восстания возникали, то нужна была идеология, и этой идеологией стал ислам, и она приобрела такую охранительную функцию, то есть сохранить народ, его этничность, его религию, привязка к религии, а в Российской империи постепенно, особенно при Петре, как реформаторе, который терпеть не мог все татарское, и поэтому он реформировал и законодательство, и налоговую систему, вот, он смотрел на запад, и не хотел видеть восточных корней, вот тогда вышел первый указ о христианизации, но при нем особенно это не развелось, но дальше при Павле при Елизавете христианизация приобрела уже такие масштабы довольно серьезные, продуманные, очень разные, там, и экономическое стимулирование, и связанное с военной службой, и с наследием, и так далее, и так далее, довольно такая система развитая. И тогда восстания начались, и опять-таки под лозунгом ислама, причем очень крупные восстания, вплоть до того, что вся Волга вышла из-под управления, и Екатерина Вторая это очень сильно напрягло, поскольку в общем государство снова распадалось, и, ну, известные Пугачевские восстания, и после всего этого Екатерина Вторая приняла указ о веротерпимости. Ну, и, конечно, мусульмане там были во многих вещах обделенными, то есть православие это было как бы главной религии, главной сословии, они имели все права, мусульманам там ограничения вводились и по профессии, и, например, нельзя было светские татарские учреждения, образовательные учреждения открывать, университеты, например, так до 17 года, до года революции, так и не было учрежденного университета, хотя это требование было очень такое сильное. Ограничения были по многим вещам, иметь собственность, или нельзя было иметь в подчинении у себя христиан православных, элементы шариата разрешались, скажем, ну, только в наследственном праве, и в семейном праве, то есть можно было иметь четыре жены, наследство можно было делить не поровну, а там девочкам меньше, поэтому были такие суды шариатские и светские, но татары здесь могли выбрать, в каком суде он может судиться, например, многие татары не хотели отделять девочек, своих дочерей, и они в светском суде определяли, сколько кому положено наследство, да, но ближе к 20 веку, конечно, права расширялись, и когда уже экономика начала развиваться активно, то татары быстро встали на ноги, капитализм он изменил все, буквально всю жизнь, и по сути дела нужно говорить здесь и реформации ислама, конечно, сегодня это не любят говорить особенно наши имамы, но это было так, это неизбежность капитализма, от этого никуда не уйти, вот в эти дни празднует 500-летие Лютера, он тоже, это же неизбежность была отойти от схоластики, с тем, чтобы капиталистические отношения могли свободно развиваться, это все сословное деление прекращалось, все становились равными гражданами, это было требование капитализма, у татар капитализм вошел быстро и легко распространился, причем настолько, что при том давлении государства, даже удивительно, что татары часто с русскими конкурировали, и для русских весь был простор, и они как православные имели больше прав, и у них были и банки, и университеты, тем не менее татары во многих сферах конкурировали, капитализм требовал обучать людей счету, бухгалтерии, географии, языкам, не только русскому, но и французский язык нужен был, поскольку многие ездили в Европу, вот, и отсюда изменение системы образования, новометодном адресе, которые вводили светские предметы, это уже то, что получил название джадидизма, вот, богословы начинают смотреть иначе, они вспоминают те слова, которые говорил пророк, что каждое столетие будет приходить человек, который изменит отношение к религии, то есть вопрос шел не об основах религии, а о трактовке, потому что многие вещи поменялись, многие взгляды, люди стали иначе жить, собственно, даже самый смысл слов поменялся, поскольку слова всегда связаны с образом жизни, да, мы читаем Коран и вроде бы те же слова, но смысл уже он совершенно другой, потому что жизнь другая, язык другой, народ другой, и вопрос трактовки всегда оказывается очень важным, но и самое главное было в том, что ведь при пророке был иштихат, то есть свобода мысли, ты мог сам трактовать Коран вот ты имел право на высказывание, при капитализме жизнь начала меняться очень быстро, быстро, и уже надо было по-новому смотреть на это все, так что вот татары стали теми, кто впервые об этом задумался и начал менять взгляды, началось с Курсави в 1804 году, это начало реформации у татар, и конечно они привнесли новую культуру, по сути дела татары из народа средневекового стали современной нацией европейского типа, джадиды это были самые мудрейшие из всех богословов исламского мира в 20 веке, там никого рядом невозможно поставить рядом с Маджани Резальдин Фахреддином, тем более Мусой Бегиевым, хотя там тоже были реформаторы, и у нас этот изменился сам народ, его культура, весь ментальность народа стала открытой к другим культурам, она стала инновационной, то есть вот поиск, где-то что-то увидеть новое и привнести в татарскую культуру, это стало чертой современных татар, и это очень ценная вещь, отношение к женщине даже по сравнению с Кораном у татар совершенно другое, то есть вот всегда женщины почитались, особенно мать, и никогда девочек не пытались вот как-то принизить в этой части, хотя Коран там требовал в каких-то моментах, но зачастую татары не следовали этому, женщина всегда была влиятельна, у татар во все времена, и даже они в политику активно вмешивались, там, Семьбека вообще была такая довольно-таки, не хочу обзываться, но интриганка, которая умела расставлять еще мужчин, и это в Золотой Арде была мать Гуюка, которая своего сына поставила великим ханом, вопреки желанию Бату-хана, без которого нельзя было это делать, и так далее, это можно перечислять очень долго, поэтому у татар, скажем, никогда не было такой привычки закрываться, скутаться в одежду, вообще, это вот национальная традиция, которую почему-то называют хиджабом, ну, это вот так уже пошло, как будто это женская вот такая одежда, но она была характерна для бедуинов, где песчаные бури были, да, это было вполне рационально, пророк говорил, что одежда не имеет религиозного такого признака, это все уже придуманы национально, или выдуманные, там, ну, одежда имамов, когда чалму, носят халат, это, ну, это как бы профессиональная одежда там, и не случайно, кстати, у татар девочек, значит, воспитывали образованными, это была одна из функций абастай, это жены мулы, поэтому или в медресе они ходили, или же если не было возможности ходить в медресе, или содержать медресе, просто они у жены мулы обучались, это было тоже, наверное, только у татар был до революции так, что все девочки были образованы, ну, образованы более-менее, конечно, но тем не менее, что-то могли читать, что-то могли написать, а некоторые довольно-таки хорошо образованные, вот, это удивительное явление, но среди татар была Мухлиса вот Буби, она была избрана, причем не один раз, на нескольких съездах мусульманских козы, судьей, исламским судьей, причем ее выбирали мужчины тайным голосованием, то есть это они признавали ее вот уровень знаний такой, что она достойна была быть козы, у других народов исламских такого не было, ислам изначально предназначался для того, чтобы арабов вывести из состояния дикости и в какое-то цивилизованное состояние, то есть если вот так попроще сказать, у арабов даже было принято девочек закапывать в песок, поскольку считалось, что это вот мальчики это, да, гордость, а девочки это позор, это прятали, это восстыдились, и, конечно, это были племена, которые бродили по пустыне, и ислам их совершенно изменил, возникло новое общество, которое стало самым передовым на то время, поэтому и назначение ислама, оно так и остается, делать людей прогрессивными, такая задача остается и сегодня, скажем, для республики, республика инновационная, она везде так позиционируется, что-то в исламе остается на века, но что-то меняется, и это менялось в разные времена, это было и при Абу Ханифе, который, хотя это 10 век, но он говорил, что времена изменились, и я не могу просто следовать тому, что говорил пророк, но и дальше средние века прошли, и опять менялся ислам, и сегодня он должен и это иметь в виду, как пророк говорил, что я каждые сто лет вам буду присылать человека для реформирования ислама. Ислам, он не однороден, хотя, говорят, все ислам едины, но мы же видим, что ислам в Саудовской Аравии один, в Иране совсем другой, есть разные масхабы, сегодня идет война между мусульманами, и каждая сторона говорит, он воюет с теми мусульманами, потому что они не настоящие. Мы не можем сказать, вот, вот, ислам и все, мы должны сказать, какой ислам? Вот, и если это джадидизм, реформированный ислам, для меня он как раз это характеризует новую эпоху, которая движется к обновлению, движется вперед, развивается быстро, и это наше преимущество, если мы будем этот ислам, который нам достался от богословов, джадидов 20 века, хранить и дальше продолжать, потому что когда начинают говорить, вот, настоящий ислам на востоке, да, там, в Саудовской Аравии, или в Сирии в нашей учились многие, в Йемене, в Ираке, да, учились, мы сегодня видим, в каком они состоянии, чему же они учились, если Алясгар, говорят, лучший университет, но я сам видел своими глазами, как шакирды поджигали экономический факультет, этого Алясгара, да, чему же они учились, если там идут войны, то какие же они мусульмане, ведь это запрещено, мусульманина убивать, мусульманина, но для меня ислам это вот открытость и поиск нового, как пророк говорил, ищи знания, даже если тебе для этого понадобится ехать в Китай, он говорил, что вот ради науки заниматься наукой это важнее, чем 77 молитв, это ты должен привносить что-то новое в это общество, вот в чем предназначение было ислама изначально, делать людей прогрессивными, что там нового открывает, что миру дает исламский мир сегодня, кроме войны, что он привносит, мы по крайней мере производим вертолеты, Камазы, мы их продаем в Эмираты, в Египет, они у нас покупают, то есть мы продвинутые, а они клянут запад и при этом пользуются мобильником, летают на Боинге и предпочитают Мерседес, да, вот, а что тогда он привносит сегодня тот ислам, который, если он не обновляется, то тогда он тормоз, тогда это просто возврат к средневековью, и это неприемлемо, есть такая вещь, как нововведение, против которого многие выступают, говорят, что вот ислам трогать нельзя, он канонизирован, и так далее, но это понимание возникло после 12 века, когда сказали, что все изучено, все известно, больше ничего нового вносить не надо, что все уже ученый мир весь исламский, он все определился, истинно навечно застыло, то есть исследовать надо таклиду, вот, трактовки уже тех трудов, которые были написаны, ведь там очень ясно сказано и в Коране, что значит, надо тянуться к знаниям, да, что и что рыбодат, поклонение, это не просто намаз, это ты должен служить, служить причем через знания, через поиск знаний, а это обновление, хочешь, не хочешь, но какие-то основы, они сохраняются неизменными. Субтитры создавал DimaTorzok